Приветствую танкисты, с вами Зидыч. И сегодняшнее видео посвящено премиальной самоходной артиллерийской установке СУ-122П. Что же это за аппарат и для чего создавался? Стимулом создания послужила необходимость дать частям мощное мобильное средство огневой поддержки. Сборку СУ-122П начали в мае 1944 года. Как и прежде, при создании СУ-122П использовалось шасси и основная масса компонентов от Т-34-85. Боевое отделение и рубку позаимствовали от сотки. Также нашли себе применение и некоторые узлы от СУ-85. Но производство этой САО было недолгим. А все потому, что 122-мм пушки в свою очередь шли на танки ИС-2. Так что производство САО с аналогичной артиллерийской системой посчитали нецелесообразным. Теперь о первых впечатлениях и боевому применению. Скажу честно, после покупки этого аппарата чувство вседозволенности у меня не появилось. А все потому, что как дурак ездил по всей карте и пытался быстро выследить противника, за что меня периодически наказывали вражеские танки из засад. Чтобы иметь отличные результаты, нужно правильно отыгрывать роль поддержки, то есть танка, который не лезет на рожон первым, а прикрывает союзников позади на средней дистанции. В реалистичных боях те же средние танки могут маркировать для вас цели и выкуривать противника из укрытий артподдержкой. Но у меня изначально привит ген Ололо Раша, поэтому я наплевал на все правила и в одиночку ездил по всем точкам в поисках немцев. Для таких же любителей агрессивной игры посоветую двигаться по краю карты. По крайней мере, обойти вас фланги не получится. Кстати, по снарядам. Основным используйте бронебойный тупоголовый каморный снаряд. Также оставьте место и осколочно-фугасным. А вот интересная ситуация. Я пробил САУ и убил механика, после чего вражеская техника потеряла возможность двигаться. На его место, конечно же, кого-то посадят, но пока это произойдет, будет слишком поздно. Но вообще таких ситуаций стоит избегать, потому что Ягд Пантера гораздо лучше чувствует себя в ближнем бою. У нее и динамика разгона лучше, и максимальная скорость, да и разворачивается она гораздо быстрее. Пробить нас тоже не проблема, ну а для самых тяжелых целей у Яги имеются бронебойные подкалиберные снаряды. Еще одна интересная ситуация. Как вестерне, кто первый сделает выстрел, я первым навожусь на противника и делаю свой шот. И как итог мы превращаем ствол противника в цветочек, после чего жму газпол и прячусь за брусья, потому что он здесь может быть не один. И по каждой перезарядке своего орудия думаю, как же противник, заметил ли он, что его ствол превратился в вот такую вот надрезанную сосиску. Будет ли он стрелять, ведь это опасно, он может себя уничтожить. Ха-ха, походу он ни черта не заметил. Кстати, для сравнения, я взял ИСУ-122С точно такой же пушкой, вижу противника и думаю такой, Он мой, сейчас я развернусь, жди, сейчас будет выстрел, ха-ха, сейчас будет фраг. Чуть-чуть не успел. И точно такая же ситуация с Пантерой, пытаюсь развернуться, танк вообще не хочет идти. И вроде бы вот, немножко остается, пока стабилизация произойдет, чтобы вывести, блин, прицел куда нужно. Но не успеваю, ребят, не успеваю, хоть убейся. Но в данной ситуации мне кое-что подсказали знакомые танкисты, предложили не просто поворачивать влево или вправо, а при этом еще давать задний ход, чтобы быстрее развернуться в необходимом направлении. Давайте внимательнее рассмотрим пушку на ИСУ-122П или ИСУ-122С. Как показали некоторые бои, под определенными углами даже Д-25С не способен пробить. Например, по Як-Пантере, которая находилась сверху, я попал два раза, но это не принесло мне никакого результата, что вызвало ряд вопросов, потому что в данной ситуации нижний броня лист закрыт, и, соответственно, не знаешь, куда стрелять. Вот, например, Пантера, которая была у нас на одном уровне, получила просто один выстрел и развалилась. Но не беда, чтобы рассказать вам, куда пробивать потенциальных противников СУ-122, и обратился к людям, разбирающимся в этом деле. Начнем с главного нашего оппонента, Як-Пантер. Противник смотрит немножко в сторону, и мы будем пытаться стрелять в угол, который от нас немножко отдален. Никакого урона, никакого пробития. Бесполезно. Хорошо, переходим к следующей части. На этот раз мы выстрелим в правую щеку, которая ближе к нам. Есть контакт. Снаряд пробил САУ и попал прямо в рубку. То, что нужно. Теперь противник подъедет ближе, станет ромбом, и мы выстрелим в пулеметное гнездо. Пробитие. Хотя на такой дистанции мы бы пробили его в любое место. Вернемся все же к дистанционному бою и попробуем еще пару возможностей пробития. Сейчас мы выстрелим в нижнюю часть вражеской маски. Никакого существенного результата, мы уничтожили лишь трансмиссию, которая не критична в данном бою. Теперь мы выстрелим в верхний бронелист под маской орудия. Уничтожен. Получается на дистанции с помощью нашего орудия не пробить лишь маску орудия противника. Теперь постреляем по тигру в верхний бронелист, у которого броня 150 мм. Не пробил. Попробуем в пулеметное гнездо. Тоже не пробил. Вывод следующий. Верхний бронелист за счет брони и наклона практически невозможно пробить. Не стоит тратить время. А теперь выстрелим в нижний бронелист. Это место традиционно считается уязвимым практически у всех танков. Тигр был уничтожен с первого же попадания, СУ-122П. Теперь стреляем в башню возле маски. Не пробиваем, все-таки там 180 мм брони. Пробуем еще раз в то же место, чтобы убедиться. Действительно, не пробиваем. А теперь ребята покажут, куда нужно бить. Так же и в щеку, но подальше от маски орудия. Пробитие. А теперь бонус. Сао Фердинанд, который тоже будет в будущем встречаться с нашей Сушкой. И ребята решили показать, что умеют ее пробивать. Напомню, что лобовая броня 200 мм. Ну что ж, давайте посмотрим. Удивительно, Фердинанд был уничтожен с одного выстрела в ваншот. Я решил убедиться еще раз и попросил ребят повторить эксперимент. Перед вторым испытанием ребята сказали, что сделают такой же выстрел и снова будет ваншот. Честно говоря, я не поверил. Удивительный, но факт, такие же повреждения. Ребята действительно знают, как пробивать Фердинанда. Подробности мне раскрыть не захотели. Мол, информация по пробитиям всех танков у них в закрытом разделе. Только для танкиста в их танковой дивизии. Поэтому могу лишь предположить, что под определенным углом рубка все же пробивается. В любом случае, на видео вы видели, куда велся огонь. Как будет информация, я посвящу этому отдельное видео. А пока с тестами завершили. Как итог, скажу, что СУ-122П отлично уничтожает технику противника, что дает приличный фарм. Хорошо маневрирует, но не умеет держать удар. Техника, требующая осторожной игры. А не бездумных рашей в стиле средних танков. Если вам понравилось видео, тогда подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх. Пишите свои комментарии с пожеланиями. Кроме того, в нашей группе ВК будут проходить голосования на тему будущих видео. На этом я с вами прощаюсь. Удачи в наземных баталиях War Thunder. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин